Национальная автомобильная премия внедорожных годов проводит первый в этом году тест-драйв. Сегодня мы протестируем три автомобиля Lada Niva. За рулем будут в том числе журналисты Автоплюс. Классический маршрут Москва-Петушки, заснеженный лес, сложные дорожные условия, группа автомобильных журналистов и блогеров, а также три главных героя. Трехдверная Lada Niva Legend и две Niva Travel, обычная и оффроуд-версии. Открыть программу тест-драйва в премии внедорожных годов решили именно ими. Хорошо известными и по-своему легендарными машинами, которые недавно пережили долгожданное обновление. Классика жанра, с которой все знакомы с одной стороны, с другой стороны, мне кажется, как раз наконец-то удачный дизайн у него появился, такой легкий. Стала она потише. Но что за тест-драйв без приключений? А они начались почти сразу, как только участники съехали с асфальта и устроили Нивам испытание на выносливость, загнав машины в рыхлый снег. Цель была достигнута. Несмотря на высокую проходимость, машины все же застряли. Надо сказать, что засадить такие проходимые автомобили достаточно непросто. Мы искали подходящее бездорожье, но есть либо глубокий снег, либо препятствие, которое для Нивы и вовсе не препятствие. Но в итоге мы нашли такую рыхлую обочину. В отвалах снега закопали оба автомобиля. И Ниву Легенд, и Ниву Тревел. Впрочем, выбраться из снежного плена удалось довольно быстро. А это в очередной раз подтверждает, что Нивам не страшны никакие испытания. Даже несмотря на отсутствие новомодных электронных ассистентов. Зачем вообще нужны такие тест-драйвы? Для того, чтобы члены жюри, прежде чем сделать свой выбор, могли познакомиться с автомобилями-номинантами поближе. Это важно, ведь машин много и поездить удается не на всех. Взять, к примеру, те же Нивы. Для кого-то эта встреча с Ними была первой. Ой, первый раз в жизни я вот на таком чудо-мобиле передвигался. Конечно, обычная классическая Нива, трехдверная. Она, конечно, внешне намного интереснее. А, конечно, по эргономическим особенностям, по комфорту. Вот это, конечно, тоже лютая тазика. Впереди у премии внедорожные годы еще несколько тест-драйвов. Большой оффроуд-фестиваль, розыгрыши призов для народного жюри, презентация студенческих проектов и, конечно, голосование. А его итоги будут подведены в сентябре в ходе торжественной церемонии награждения победителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова